Сейчас коллеги присылают скриншоты из паблика в Зе, где его фанаты, которые недавно обмазывались зеленым и говорили о том, что и цвет у этого приятный, и пахнет оно как-то по-особенному. Но теперь все изменилось. Похоже, это самая активная часть Зе фан-группы, которая что-то пытается отслеживать, и которая верила в то, что он сейчас тремя хлебами всех накормит и напоит двумя рыбами, превращенными в вино. Но серая, унылая масса ничего не видит дальше собственного телевизора, и ей все равно. Да, несмотря на неплохой урожай всего, продукты постоянно дорожают, и если их цены сравнить с тем, как было при ненавистном Порошенко, то это могло бы навести на размышления, но не наводит. Оно и понятно, ведь любимые кнопки телевизора об этом ничего не говорят, а раз так, то проблем вроде бы как и нет. А вот активная публика, которой несравненно меньше, и которая мечется как некий командировочный в незнакомом городе, когда его припекла диарея, пишут. Пишут о том, что специально ищут в потоке новостей сообщения о позитивных изменениях, и не находят их вовсе. Более того, когда они не занимаются целенаправленными изысканиями, а просто читают все подряд, то новости выглядят все хуже и позорнее. Кто-то уже в отчаянии пишет «Я не за это голосовал». Подобные вещи каждый может найти самостоятельно. Хотя, конечно, остались еще и совсем упорные любители, которые, глядя на то, как от ведра с зеленым отходят его соратники, тихо шепчет себе под нос «Мне больше останется». Мы же предлагаем небольшую подборку, сделанную нашими коллегами. Она не самая яркая, но тем не менее. Все то, что мы сейчас наблюдаем, похоже на поведение людей, не увидевших особой разницы между покупкой товара в магазине и выборах президента или депутата ВР. Если товар, который оказался низкого качества или не обладающий заявленными потребительскими свойствами, можно без особых проблем вернуть назад и получить свои деньги обратно, то с выборами все выглядит иначе. Дело в том, что за некачественный товар ответственность перед покупателем несет продавец, а в конечном итоге – производитель этого товара. Выборы же влекут за собой обоюдную ответственность. С одной стороны, президент или депутат обязаны делать то, зачем их избрали, но и сам избиратель несет ответственность за то, что он выбрал. К сожалению, механизма отзыва избранного персонажа не существует. Избрал – все. Это была твоя воля, твое желание, твое понимание того, что такое хорошо и что плохо. Теперь это формализация твоих желаний и никуда от этого не денешься. Если ты считаешь, что избранный персонаж оказался по разным причинам, не способным выполнить то, чего ты от него хотел, или же до тебя дошло, что он и не собирался этого делать, то возлагать на него вину можно лишь частично. Но сначала надо нагрузить ее на себя и разобраться именно с персональной, собственной ответственностью. Если ты проголосовал за дурака, который даже простых слов без ошибок писать не может, то кто тогда ты? Причем новые депутаты стараются не оставлять письменных свидетельств в сети, но когда они туда попадают, то даже у их поклонников волосы в подмышках становятся дыбом. Особенно у учителей, которые с первого сентября ждут зарплату в 4 килобакса. Правда, кто-то их оправдывает, что те не очень хорошо знают украинский язык, так они на любом напишут с таким же количеством ошибок. Далеко ходить за примерами нет смысла. Почитайте, как пишут россияне. Складывается впечатление, что русский для них язык оккупанта, и они его учили из-под палки. Но когда наши прокалываются на письменах, они потом опровергают их заявление о том, что это писали не они, а кто-то из толпы. Некоторые же, которым деваться некуда, огрызаются в стиле «сам дурак». В принципе, как для парламентария, такое поведение более чем странно. А с другой стороны, вот это все было избрано оптом, без разбору. Никого не интересовало, что в этом мешке, а когда увидели, впали в прострацию. Те, кто считают, что подобные вещи – чисто национальная черта избирателя, глубоко ошибаются, поскольку еще несколько веков назад Амар Хайям заметил, «На дурака не нужен нож, ему немного подпоешь и делай с ним что хочешь». Ну вот и подпели слегка, а потом сделали, что хотели. Ничего нового. Просто для примера приведем случай из страны с традициями демократических выборов и всего того, что можно назвать фундаментом Запада. Посмотрим на это и подумаем о том, влияет ли на качество выбора география или что-то другое. Дальше речь пойдет о британском Brexit. Мы не станем погружаться в тонкости этого процесса, и если где-то будут слишком упрощенные суждения, то это лишь потому, что нас интересует все тот же самый аспект – волеизъявления. И потом оценка того, за что же проголосовали. Итак, вопрос о выходе Великобритании из ЕС был поставлен на референдум, и большинство подданных Ее Величества проголосовали за выход. Как и в Украине, публика была подвергнута направленному информационному воздействию. И как показали дальнейшие события, проголосовала либо не вполне понимая за что, или не имея вообще никакого представления об этом. В самом деле, перед голосованием было достаточно методично вбить в голову, что лягушатники и макаронники во главе с зажравшимися немцами диктуют Британии, что ей делать, а что не делать. И при этом сделать манипулятивные экскурсы в историю, чтобы показать вековую вражду, и вот пациент готов. Для него вопрос так и стоял, будем ли мы подчиняться им или нет. На самом же деле, суть вопроса лежала в другой плоскости, а именно, в преимуществах и недостатках единого экономического и гуманитарного пространства. Именно анализ плюсов и минусов этих сфер жизни и должен был стать основой обсуждения и базой для принятия решений. Но публика не привыкла копаться в нормах права или экономических выкладках, а потому руководствуется даже не упрощенной, а дебилизированной схемой оценки ситуации «нравится, не нравится». Такая схема вообще не содержит в себе рационального зерна. Тут уже оценивается личность, которая ратует за или против при волеизъявлений. А это значит, что публика воспринимает манеру держаться, одеваться, говорить и прочие вещи, которые к поставленному вопросу не имеют вообще никакого отношения. Но ведь они в этом не признаются даже себе. Если им дать пилюлю правды и начать задавать вопросы о том, почему они проголосовали за отделение от ЕС, то пациент, не сдерживаемый надуманными конструкциями, отвечал бы прямо и честно. И выглядело бы это так. Потому что у него, того, кто ратует за, всегда идеально выглажены брюки, а галстук завязан идеальным узлом. Или почему не голосовал против? Да он же не умеет себя держать в обществе. Вы видели, как он выговаривает гласные? Это же просто ужас какой-то. И потом он сам говорил о своей нелюбви к лошадям и собакам. Вот и все. Люди проголосовали за какие-то исторические обиды, хорошо поглаженные штаны и любовь к лошадям. Невольно возникает вопрос, а при чем тут Brexit? А в том-то и дело, что ни при чем. Они голосовали за что-то другое, абсолютно не понимая или не желая понимать сути вопроса, вынесенного на голосование. Не правда ли, это очень похоже на то, как голосовали у нас? А после голосования процесс перешел в практическую и неотвратимую плоскость. Надо было понимать, что Британия продемонстрировала первый пример отрицательного движения европейской страны. С момента образования ЕС в него стремились попасть новые страны и входили в него несколькими волнами. А кто-то, Турция, например, получила отказ, обусловленный несоответствием параметров своей внутренней политики требованием Евросоюза. Британия же полностью и безоговорочно соответствующая всем параметрам пошла на выход. Понятно, что этот процесс в принципе не мог быть простым, поскольку та же Германия и Франция могли сделать и сделали этот процесс максимально болезненным. И вот, когда начали вырисовываться очертания последствий выхода из ЕС, и правительство и сами граждане схватились за голову. Оказалось, что Брекзит и стрелка, отглаженная на штанах, разные и совсем не связанные между собой вещи. А умение красиво говорить никак не влияет на то, что Британия реально потеряет. Идея сделки Британии и ЕС как раз и заключается в том, чтобы Альбион мог выйти из ЕС, но оставить себе те преимущества, которые он имел, будучи полноправным членом организации. Только на этой стадии до электората Британии стало доходить то, за что они на самом деле голосовали. Более того, теперь они точно понимают, что ЕС не собирается делать их выбор легким. И это стало понятно во время нескольких попыток Британии договориться с ЕС о параметрах и порядке выхода с минимальными для себя потерями. Это тоже последствия выбора наглаженных штанов. Собственно говоря, предыдущее правительство Британии, возглавляемое Терезой Мэй, ушло в отставку именно потому, что не смогло вывести Британию из ЕС мягко. Правительство настойчиво пыталось провести это в нескольких вариантах, но не нашло поддержки ни в парламенте, ни в ЕС, в зависимости от той или иной степени радикальности плана. А эта эпопея уже всех утомила и стала похожа на затянувшийся бракоразводный процесс, когда каждый последующий день без развода портит отношения супругов все сильнее и сильнее. Новый премьер Британии Борис Джонсон выиграл свой пост на обещании закончить все так или иначе к последнему дню октября текущего года. Похоже на то, что Джонсон воспользовался Гетте. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. И эта идея многим пришлась по вкусу. Но в этой ситуации важно то, что публика наконец-то поняла, что именно им лично принесет выход из ЕС, кроме абстрактной историческо-патологической сатисфакции. Сейчас это выглядит примерно так. Первое и безусловное последствие, которое работает везде и наиболее прямо – холодильник, вышедший из-за телевизора. А его содержимое действительно изменится. Возникшие пошлины и другие условия, безусловно, увеличат цену на ряд продовольственных товаров, которые британцы потребляют, не задумываясь над местом их происхождения. Как видно из приведенной диаграммы, речь идет о 28% продовольствия. Причем, часть из них не будет иметь равноценной замены, и придется либо отказываться от них, либо покупать ощутимо дороже, чем это было в составе ЕС. Безусловно, вторым фактором является сводка миграции британцев. Если сейчас они особенно не задумываются над тем, куда и насколько они едут в Европу, и где они там могут работать или учиться, то теперь эти ограничения встают в полный рост. Нет, о туристических визах речи не идет, но длительное пребывание там с любой целью, в частности, для учебы или работы, потребует визы. Следующая диаграмма показывает распределение потоков британцев, которые покидают Великобританию. Очевидно, что в страны ЕС едет подавляющее количество жителей Альбиона. Понятно, что с момента выхода изменится и процедурная часть пересечения границы с ЕС. Мы это прекрасно знаем, поскольку иногда и нам задают вопросы о цели визита, просят показать обратный билет и наличие денежных средств на все дни пребывания в ЕС. Теперь это будут требовать и от британцев. Кстати, изменения именно в этом плане ощутят и те граждане королевства, которые уже давно и постоянно живут в странах ЕС, а таких тоже немало. Поскольку британцы – довольно пожилая нация, то вопрос цены лекарств окажется далеко не последним, а на целый ряд препаратов цена, безусловно, вырастет. Риэлторы ожидают отрицательную динамику цен на рынке недвижимости, которая, в принципе, радовала владельцев своим повышением или, по крайней мере, стабильностью. И последнее, что мы хотели бы отметить, и что может выглядеть мелочью, но на самом деле таковой не является – британцы могут ощутимо увеличить затраты на телефонный роуминг. Мы не можем оценить актуальности этой темы, поскольку не представляем, что такое не иметь роуминга в Европе. Но к хорошему быстро привыкаешь, и когда лишаешься его, замечаешь очень четко. Это краткий список изменений, которые негативно отразятся на каждом жителе Британии, и которые себе даже не представляли те, кто голосовали за Брекзит. Но и там, и в Украине выбор был сделан, и теперь те, кто его сделал, не имеют права перекладывать ответственность за него на кого-то. Это твой выбор, и ответственность за него только на тебе. Если ты сам оказался дураком – твоя беда. Если ты избрал дурака, это станет проблемой для всех. Для дурака, для тебя его избравшего, и для тех, кто его не избирал и кричал тебе – «Не делай этого, но ты не слушал». С другой стороны, с чисто исследовательской точки зрения, ситуация достаточно интересная в том плане, как такая публика находит себе оправдание. Уже довелось слышать – пускай будут новые лица. Но с новыми как-то не сложилось. Потом говорили – дайте хотя бы 100 дней, и тогда увидите. До 100 дней осталось уже совсем чуть, и то, что уже увидели, по пятибальной шкале можно оценить лучше не надо. Откровенно говоря, мы ждем того момента, когда пойдут пояснения прагматиков. Наверняка ждать осталось недолго. И вот-вот мы услышим что-то в плане «Ну и что, что выбрали неучи и лоботрясов». Зато уже сейчас можно сократить за ненадобностью Министерства культуры. Да и над Министерством образования можно задуматься, какая экономия будет. Так что это – не наше национальное явление, а какая-то общая тенденция, которую можно назвать «голосование расслабленного потребителя». Его только немножко полерни правильным телевизором, и он станет голосовать за наглаженные штаны, завязанные на ботинках шнурки или веселые носки. В общем, по приколу.